У Виктора Казакова не совсем обычный прием граждан. На этот раз депутат Госдумы принимает вопросы по качеству горячего питания у школьников города Похвестнево. Впрочем, как таковых, жалоб не оказалось. Еда в нашей столовой довольно качественная, очень вкусная. Нам очень нравится, довольно разнообразная. Я сижу, ем, котлету с лапшой. Ну и как тебе? Нормально. Вкусно. Бесплатное горячее питание, новая мера поддержки семьи с детьми, озвученная президентом России Владимиром Путином, реализуется во всех школах Самарской области уже с 1 сентября этого года. Хотя изначально президент обозначил срок исполнить поручение до 2023-го. Всего в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова питанием обеспечены 143 тысячи учеников первых-четвертых классов. Похвестнево следят и за качеством меню, и за соблюдением всех необходимых санитарных норм. В этом году потоки детей были разделены и питаются как бы разными потоками. Одновременно могут зайти 8 классов, но заходят одновременно по 4 класса. А затем уже вот все это питание организуется в течение всего дня вот по этому же графику. Об организации горячего питания еще раз зашла речь на встрече депутата Нижней палаты российского парламента с родительским сообществом Похвестнево. По мнению депутата, за здоровье молодого поколения жителей Похвестнево можно быть спокойным. Очень приятные такие впечатления от того, что увидел. Большая благодарность губернатору, что эта работа ведется вот таким образом. Регулярно поступают средства с регионального федерального бюджета. И меню для школьников достаточно хорошее. На встрече с Виктором Казаковым родители школьников поинтересовались у депутата, возможно ли расширение ассортимента меню с учетом пожеланий самих школьников. Зашла речь и о возможной помощи в обновлении материально-технической базы школы. Все озвученные вопросы депутат взял на личный контроль. Напоминаем, что любой родитель может войти в состав брокеражной комиссии и принимать активное участие в контроле за качеством школьного питания. В Министерстве образования и науки Самарской области работает горячая линия по вопросам организации питания школьников. 333-50-01. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин